Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Ребята, я смотрела её встречу сына Фёдора и я честно вам говорю, я плакала весь этот ролик. Я даже не знаю от каких эмоций. Что больше? Просто шок от этого контента? Ну или от смеха слёзы? Ну явно никакого эффекта умиления, как у хомячков, у меня это не вызвало. Ну первое, да, я конечно же не поняла самое начало ролика, где Лёля бежит, вот эта моща в плане контента, да, решила пробежаться и показать, как она соскучилась за своим сыном. Прям бежит навстречу своему счастью. Смотрится, ну как-то глупо и, конечно же, неправдоподобно и очень смешно убого. В моём понимании, когда действительно ты так скучаешь за своим ребёнком, так за ним страдаешь, ты в любом случае, я не знаю, сутки будешь готовиться, накрывать стол, чтобы как можно больше всяких лакомств любимых приготовить ребёнку, максимальное время, которое он проведёт дома, да, его кормить домашней пищей, откармливать, наслаждаться общением с ним. Но нет, я ошибалась, здесь всё совершенно по-другому. Оказывается, у блогеров любовь проявляется совершенно с других сторон. Первое, что меня поразило, не успела Лёля встретить сына и уже тут же ему тычет эту камеру в лицо. Кстати, да, я не знала, что именно встречают с поцелуями на камеру. Походу, Лёля провожать будет со слезами и всё на неё родимую же. Всё то же самое будет. Вы знаете, как-то странно, когда вот действительно скучаешь за ребёнком, я не представляю, чтобы я в этот момент думала заснять вот этот момент встречи, чтобы хомяки мои умилялись. Явно бы у меня была бы одна мысль, побыстрее обнять своё чадо и везти его домой в тепло, отогреть, откормить. Но нет, Лёля такой момент, такой контент упустить не может. Конечно же, будет всё снимать. Кстати, поразила сама встреча. Во-первых, явно, что Фёдору было некомфортно и неприятно, что его снимают на камеру. Очень такой, знаете, быстрый беглый взгляд на камеру и сразу же отвёл глаза в сторону. То есть вот здесь в проходе маменька зажала его в крепкие объятья, Лёша запёрся за ней же туда и быстренько всё снимают. Реакцию Фёдора жаль, что Лёлька не смогла выдавить из себя в очередной раз. Вот эту скупую женскую слезу материнскую не зашло. Пришлось, конечно же, на сухую трудиться. Далее Фёдор в этом же ролике поведал, что Даша, я так понимаю, девушка Фёдора, очень хочет познакомиться с Лёлей. И здесь он меня опять ошарашил. Мне интересно, что ещё Даша хочет познакомиться и узнать от Лёли. Уже всё, что можно было и нельзя, она вывалила на камеру. И, кстати, было бы с кем знакомиться. Вы знаете, ребята, меня бы вряд ли впечатлило такое знакомство. Я бы начала кубатурить, что если этот человек засрал так свою семью, своих бывших мужей, если у меня с Фёдором что-то не сложится, как она засрёт меня и мою семью. Ну, видимо, девочка молода, наивна и глупа и верит в чудеса. Но не понимает, что стоит ей только приехать к Лёльке, и она тут же станет частью контента. И, кстати, ей стоит задуматься, в какую семью она лезет и встреёт. Семью душевно больных людей, где мама была вечной жертвой, а оба её мужа либо стригли ей ресницы, либо силой её брали, либо ещё какие-то события происходили. Ну и опять-таки сама мама тоже недалеко ушла. Представьте, стать невесткой той, которая корсеты на камеру вываливает, сиськи свои голые показывает, промежности, лифчики меряет, рожает в прямом эфире. Это да. Это как раз-таки та популярность, о которой стоит только мечтать. Вы знаете, есть фрики всего Ютуба, и Лёля уже давным-давно один из них. Поэтому меня действительно поражают такие моменты, когда вот молодёжь хочет познакомиться с Лёлей. Но ещё, скорее всего, в силу возраста девочка не понимает, куда, в какое болото она лезет. И, кстати, тоже странно, что её не смущает тот факт стать невесткой поберухи в сия Ютуба. Удивительно, как это вот на девочку никак не давит и не гложет. И на её родителей в том числе. Их интересно, смущает этот момент или всё-таки им по барабану с кем радычаться? Вот этот момент всегда удивляет и поражает. Ну а далее, конечно, Лёлина встреча с Лениным. С Владимиром Ильичём вот эта встреча состоялась на вокзале. И как она Лёлю впечатлила. Какой-то дядька стоит с протяной, с вытянутой вверх рукой. У Лёльки сразу ассоциация. Нужно ему в руку ставить телефон или камеру, и он будет как Лёля. Нет, Лёля, он никогда не будет как ты. Ленин протягивал руку, показывал нам дорогу в будущее, да, в хорошее, доброе, светлое будущее. Вот курс, куда нам нужно идти. Учиться, учиться и ещё раз учиться. А в твоём случае не хочу учиться, а хочу жениться. И уже жениться не хочу, хочу побираться. Поэтому с кем ты себя уболезная, убогая сравниваешь? Ребят, ну как здесь можно не плакать? Ну честное слово. Вдумайтесь, сравнить с человеком, с которым связана целая эпоха. Вождём, согласитесь, как бы ни было, так к нему относишься или не так. Но это человек, который попал в историю своими какими-то заслугами. Либо наоборот, неважно. Но он что-то сделал для страны. И что сделала Лёля, как, конечно же, не родила детей Путину. Поэтому как-то, ребята, вот смотрятся и думаешь, неужели ты такая примаханная на всю голову. Хомяки, конечно, аплодируют ей стоя. Но, конечно, опять-таки сравнила, да. Ленин вытягивал руку вперёд, а Лёля вытянула руку. Дайте, подайте. И вот такая, ребята, в этом она вся. Вот такая вот, да, какая-то пошлость, тупость и дурость. Но хотя, что можно хотеть от Лёли, если для её дочери Гитлер, это чуть ли не герой нации. И представляете, поэтому чему здесь можно действительно по факту удивляться. То есть Лёля, вместо того, чтобы хотя бы выучить, кто такой Ленин, да, и что он нёс в массы, что он пропагандировал, скажем так, за что боролся, какие идеалы отстаивал, Лёля его сравнила с собой. Ну, действительно, куда там Ленину да Лёля. Лёля просто молодец, честно. Тот ролик там, где вот просто обнять и плакать. Далее, кстати, ребята, Лёлька отметила, что она вообще не поняла, куда и зачем он тянет свою руку. Вот именно, Лёлька, и мы не понимаем, зачем и куда ты тянешь свою пакшу. Вечно тебе мало. Вытянула её и не хочешь её никак обратно к себе, я не знаю, выровнять куда-то, в сторону убрать. Вот вытянула и держишь. Ай да молодца. Ну и далее началось опять, какие у неё дети. В очередной раз хотела сказать, Лёля, фу, хватит, тошнит уже. Честное слово, мы уже тысячу первый раз поняли, какая классная ты, какие классные твои дети, но уже угомонись, ну хватит. Реально, ребята, вот это какое-то самолюбование, какое-то вот это самопохвальство. Вот эти вот, да, крики о том, какие мы классные, какие мы крутые. Блин, Лёля, пусть лучше эти дифирамбы тебе поют хомяки. Потому что, когда человек постоянно ставит на этом акценты, это говорит того, что этого нет. То есть тебе важно подтверждение со стороны кого-то, какая ты классная, какая классная у тебя семья. Это говорит о куче комплексов и неуверенности в себе. Согласитесь, ребят, если вы знаете, что ваши дети классные, у вас хорошая семья, вы сама по себе замечательная или замечательные, но неужели вам нужно будет подтверждение сторонних людей? И явно самодостаточный человек никогда не будет кричать на камеру, я классный. Или мои дети классные, суперовые, красивые, умные, здоровые. Да это не надо будет людям. Зачем кому-то что-то доказывать, да, и вот объяснять из ролика в ролик. Поэтому, Лёля, ну уже как-то действительно стрёмно выглядит, честно. Возникает вопрос, либо у тебя и близко этим ничем не пахнет, и ты пытаешься в первую очередь себя убедить, что у тебя всё так классно. Либо у тебя куча комплексов, и тебе важно, чтобы хомяки постоянно тебе лили вот эту, да, какую-то приторную сладость, вот эту патоку какую-то в уши какая-то замечательная. Ну блин, очнись, Харе, ничем твои дети не отличаются от других. Я не увидела ни одного из них выдающихся талантов. Твоя и Женя золотая медаль тоже под большим и спорным вопросом, так же, как и хорошее обучение Алексея. Потому что, когда люди не умеют выражаться на своём родном языке, вот здесь возникает спорный вопрос, а как их вообще учат, и есть ли, да, вот подтверждение реально какому-то суперумному чему-то в этих детях. Поэтому вот просто Харе. То есть, когда я слушаю те шедевры, которые выдаёт Женя или Алексей, когда он очередной свой шедевр кулинарный снимает, мне всё время становится доколик смешно. Поэтому Харе всем рассказывать и убеждать, какие у тебя дети. Люди сами увидят и оценят твоих детей. И, кстати, цыплят по осени считают. Пусть вначале действительно, да, и этим птенцам вырасти и превратиться в курей. А потом уже люди будут делать выводы, да, хорошие-то курочки или так себе, третий сорт, не брак. И все дети замечательные, не только твои, ну, если уже подходить к этому вопросу, но Лёля своих детей выделяет конкретно. То есть, хомяков дети не что, главное её. Ну, а дальше, ребята, конечно же, да, вот этот приезд домой, это что-то. Пойдём я тебе покажу пристройку наверху или ты в туалет хочешь. Блин, мама столетия, ребята, просто. Я бы сказала, сыночка, бросай здесь свои баулы, быстренько ручки мыть и за стол. Пироги плюшки стынут. Пельмени уже почти остываю, бегом за стол и наверстывай упущенное. Но нет, Лёля это не та моща, она его повела по всем своим пристройкам, по строителям, по всем. Ребята, вы знаете, для меня это тоже показатель какого-то дебилизма. Ты что, сыну решила показать какая-то теперь самодостаточная? Или хомякам в очередной раз? Ну, как-то странно и убого. То есть, предложить ребёнку либо в туалет, либо пойти смотреть пристройку. Но дальше, ребята, это уже было просто очередное дно. Владелец, значит, вот этой дилерской сети, да, дистрибьютор Пурины, который недавно Лёля отгружал корма, низко кланяется Лёше, поклон передал, как всегда, шампанское конфеты. Не Лёше, Феде, прошу прощения. Всё, ребята, вот здесь я замерла от этой фразы. Это нифига себе, Лёля, ты что, совсем уже куку поехала? Ты чего мелешь? То есть, получается, перед вами уже не то, что, да, поклон низко кланяются, уже должны на колени вставать. И это тоже нормально, как всегда. Ребята, вот это действительно до слёз. Она меня просто этим растрогала. Блин, это же вообще нужно до такого додуматься, представьте, взрослого человека, с которым ты сотрудничаешь, и не более того, который к тебе хорошо относится, как к оптовому недалёкому покупателю, ты этого взрослого человека уже ставишь поклон перед своим малолеткой, у которого ещё на губах, простите, молоко не обсохло. Это как? И вы знаете, ребята, это уже не контент. Это Лёля засрала в угоду какому-то, да, хайпу человека, с которым просотрудничала, как она сама сказала, более 6,5 лет. Вы знаете, вот я тоже сотрудничаю с крупными фермерами. Я считаюсь одним из самых, да, таких крупных, скажем так, покупателей за счёт объёма зерновых, которые употребляют наше хозяйство. Но я не представляю, чтобы я когда-нибудь своим языком, своим умом додумалась ляпнуть своему сыну, что тебе, как всегда, поклон передали. Это как? Это чего? Барин? Барыня? Барыня, я не знаю. Барин стоит. Ребята, от этой какой-то дебильности я действительно была в шоке. И это уже не хайп, это просто унижение человека. Человека, с которым ты сотрудничаешь. Это представьте вообще, что у этой дебилки в башке творится в этот момент, когда она подобное выдаёт. Но хомяки этого не заметили. Не-не-не, они восхищались встречей Лёли на Эльбе вместе с Фёдором. Вот так, ребята, это дико и страшно выглядит. Тут действительно сидишь и думаешь, то ли смеяться, то ли плакать. И понимаешь, что, коли эти болезни пишут такие хвалебные воды, то мир куда-то под откос уходит. Вот реально, да, уже скоро, я не знаю, останутся ли здоровые люди. Но мы-то с вами останемся. Но смотрю, что хомяки крыша едут не спеша, у них всё нормально. И вот опять-таки, Лёль, в следующем ролике начинай уже озвучивать тех, кто перед твоим Феде уже не просто поклон передаёт, а кто на колени становится. Перед ним, перед твоей семьёй, на чём мы посмотрим. Наверняка среди хомяков и такие есть. Ведь они кричат, что, Лёля, ты изменила мою жизнь. Давайте это, начинайте в паломничество ударяться, прибегайте туда в туровку, падайте на колени, ноги лежите, целуйте и кричите, как вы её любите. Ну чё, если вам всё это нормально, не впадло такой бред слушать. Ну и далее, ребята, Лёля отметила, для меня открыла очередной, да, показатель красоты, отметила, что интерьер в комнате задают шторы и гардины. Вот я об этом не знала, но это признак красоты. Вы представляете, ребята, в какой вообще атмосфере и вообще где она росла, в каком, я не знаю, подземелье, если человек только к 36 годикам осознал, что такое шторы и гардины на окнах. Это реально просто жутко. Ну и далее Фёдор отметил, что ранее он динамики не видел. Но Лёля его тут же пресекла и сказала, динамика была только с коровами и на хоздворе, а теперь динамика в доме. Вот здесь мне опять хочется сказать, динамичная ты наша, в каком месте у тебя там с коровами динамика была? Ты посчитай из всего своего поголовья, сколько коров ты загубила. А ты их загубила половину от всего того стада, которое у тебя было. Вторую половину, заколотая, залеченная, перелеченная, ты благополучно сдыхала и продала. Так вот у меня возникает вопрос, какая у тебя там нафиг динамика была? У тебя там просто кладбище умерших животных было. И не более того, никакой динамики там не было. И кстати, если эта динамика была, где же она делась? Динамичная ты наша, вся динамика где-то там испарилась в космосе. Но Лёля не теряет надежды всю, конечно, эту динамику наверстать. Ну и далее, ребята, это тоже, вот я вам честно говорю, я не знала, как это смотреть. Вот сплакать или смеяться? Ты кушать будешь? Не, он не будет кушать. Он так чисто приехал тут на диване рядом поваляться, шмотки тебе складывать, помогать, подавать. И не более того, конечно, он не будет кушать. Зачем молодому вообще растущему организму еда? Конечно, не нужна. Но, ребята, самое дно было, когда показали этот обед. Я не знаю, как ей не стыдно вообще подобное показывать. Ребят, вы знаете, честно, я понимаю, когда нет бабла. Вот честно понимаю, когда, да, люди едят то, что есть. Но когда это бабло есть и показывать такую, я не знаю, такую какую-то убогость, такую какую-то недалекость и вот такую вот какую-то непригодность. Вот непригодность как матери, непригодность как хозяйки. Для меня это действительно одно. То есть наварили, наварганили кастрюлю супа и прошу любить и жаловать. И теперь эта кастрюля супа, по большому счету, на 9 детей, да, 7 из них, которые маленькие, двое взрослых пооценят. Ну и, конечно же, Лёля, помощница и Сергей Петрович. То есть получается на 9 и 3, на 12 человек кастрюля. Ну да, там хотя она дольше хватит, потому что женёк приехал и забрал детей. Но вот здесь, ребята, это действительно истинное показание Лёли как женщины, Лёли как хозяйки и как матери. То есть в моём понимании, когда ты ждёшь ребёнка, ты как минимум за 2 дня поедешь, затаришься в супермаркете продуктами, разными вкусняшками, какими-то сладостями, фруктиками. Всё это наготовишь, подготовишь, тем более, когда есть помощница рядом. Алексей дома на каникулах, может понаходиться там даже по полдня с Вероникой, чтобы вы организовали классный праздник, чтобы действительно сын приехал и увидел, почувствовал, что его в этой семье ждали, что ждали, когда он приедет. Готовились, они просто поставили тарелку супа, она типа жри и хлебом закусывай. Ребята, вот это для меня жесть. Одно дело, когда ты просто к обеду позвал, а совсем другое, когда это, по идее, должен был быть какой-то такой торжественный обед, встречи мамы с сыном. Но здесь Лёлька опять, она решила не заморачиваться. Тарелку супа схавает и хватит с него, чего она должна напрягаться и как-то изгаляться. И вот в этот раз она меня в очередной поразила. То есть, получается, когда у Лёлька день рождения было, да, там пыхтели эти близняхи, не покладая рук, накрывали ей поляну, чтобы все оценили, какая Лёля гостеприимная типа хозяйка, какой у неё день рождения в жизни в этот раз, как никогда. Но когда приехал один сын, это, ну зачем, Лёля, заморачиваться и тем более тратить бабло. Суп есть и изображай радость. Я не знаю, как ей самой было не стыдно этот обед даже позорный снимать, потому что по-другому, как провал и позор, это назвать невозможно. Та же, та же самая надежда. Вроде бы женщина в годах, да, я не поверю, что она не могла Лёле сказать, что всё-таки едет ребёнок, да, которого ты не видела там 4 или 5 месяцев. Ну нужно же как-то подготовиться, какие-то, я не знаю, тортики, да, какие-то отбивнушки, мяско маринованное, шашлычок, да что угодно. Вот реально подготовиться к приезду сына. Но Лёля нет, главное на камеру и на слова рассказать всем нам, как же она за Федей скучала. Ну мы все увидели, какая Лёля мама и как она за ним скучала. Но по факту женёк детей забрал и Лёля ж на в кадр не вышла. Опять держит интригу и нагоняет просмотры на роликах. И кстати, ребята, кто думает, что у неё выросли просмотры, нет. С учётом того, что она берёт себе по дню выходному, на следующий день ролики аж выходят, ну получается уже двое суток, да, к тому моменту, как выходят следующие. Это стандартные просмотры, даже ниже, чем по идее должно быть. Поэтому просмотры у неё не выросли. И кстати, посмотрите, благодаря флешмобу, сколько она себе в декабре позволила выходных дней. Такого раньше у Лёльки не наблюдалось. Даже с роддома девочка снимала, не покладая рук. А вот тут пришлось, да, всё-таки брать дни передыха, чтобы хоть как-то давать хомякам самим передохнуть, потому что не каждый сдюжит по 5-6 раз смотреть её ролик. И кстати, ребята, провал был бы полный, если бы ещё хомяки не старались и по 5-6 раз не крутили одни и те же видосы. А так, то, что там есть, всё равно не является показателем того, что Лёлька стабилизировалась по просмотрам. Поэтому в моём понимании флешмоб всё равно работает. Ну а на сегодня я всё сказала, поплакала, не знаю, либо посмеялась вместе с вами. Напишите, как вы это видите, вот как мама. Мне просто интересно мнение мам. Ну а на сегодня, ребят, я прощаюсь со всеми. Продолжение следует. До завтра. Пока. До новых встреч.